Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы показать, как настроить терморегулятор, который можно приобрести на Алиэкспресс. Я данное устройство использовал при изготовлении инкубатора. Ролик о котором можно посмотреть отдельно, там также указаны варианты подключения данного терморегулятора. Ну а теперь перейдем ближе к делу. Что мы имеем? Здесь в основном есть три кнопки управления. Кнопка управления, так и называется, кнопка увеличения, кнопка уменьшения. Ну они же являются кнопками перехода. Первое, что необходимо сделать, это установить температуру рабочую. Нажимаем на кнопку управления. И видим, здесь мигает 29,7 градусов. Нам нужно 38 градусов для наших птенчиков. Поэтому мы поднимаем ее до 38. Удерживая идет, получается, быстрая перемотка. Это средняя кнопка вверх. Немножко перебор, опускаемся. Все, 38 градусов. Далее нам необходимо перейти в режимы. Первый это режим будет нагрев-охлаждение. Переход в меню режимов осуществляется удерживанием кнопки сеттинг. В течение 5 минут и больше. Режим P0, выбор режима. Нажимаем на кнопку плюс. И мы видим, что здесь, таким образом, можно переходить от одного режима к другому. Ну а остановимся на режиме P0. Нажимаем еще раз на кнопку управления. Здесь стоит H. Означает с английского hot. Нагрев, горячий. Нам это так и нужно. Мы здесь ничего менять не будем. Дальше нам необходимо войти в режим P1, чтобы указать гистерезис. Опять удерживаем в течение 5 секунд. Нажимаем на кнопку плюс и еще раз на сеттинг. У нас гистерезис стоит 0,1. Нам нужно 0,2. Выходим с режима. Прекрасно. Что такое гистерезис? Это та единица температуры, через которую включается наш инкубатор. К примеру, мы задали 38. Когда температура у нас опустится до 37,8, то есть упадет на 0,2, который мы указали. Инкубатор снова начнет нагреваться посредством работы лампочки. И он потом, когда достигнет значения 38 градусов, выключится. Опять опускается до 37,8. Он включается. Вот за что отвечает гистерезис. Кстати, давайте сейчас включим нашу лампочку, чтобы было видно, что инкубатор действительно работает. И сейчас будет на индикаторе наблюдаться нагрев. По идее, должен происходить нагрев до тех пор, пока температура не достигнет 38 градусов. Ну, а мы тем временем передвигаемся дальше. Режим P2. Опять на клавишу. Видим, у нас максимальный нагрев температуры. По умолчанию 110. Ну, давайте опустим его до 45 градусов, к примеру. Таким образом, устанавливается максимальный нагрев температуры. Если же наш терморегулятор работает в режиме охлаждения, то можно выставить минимальный температурный предел. За это отвечает режим P3. Но он нам не нужен, поскольку у нас инкубатор, а не охладительное изделие. Давайте теперь найдем следующий режим. П5. Время запуска задержки. Удерживаем кнопку сеттинг в течение 5 секунд. Кнопкой плюс добираемся до P5. И еще раз коротко клавишу сеттинг. У нас по умолчанию стоит задержка 0 секунд. То есть инкубатор начнет сразу включаться. Ну и в принципе, нас это вполне устраивает. Посмотрим следующий режим. Режим P6 написано OFF. Он здесь не используется. Да, и в некоторых моделях еще есть функция температурной стабилизации. Но, как видим, у нас данная функция отсутствует. Таким образом, мы видим, что реле устанавливается довольно просто. В некоторых случаях похоже, как часы дешевые электронные настраиваются. Поэтому, если надо будет изменить нам температуру, скажем так, в последний период инкубации, просто нажимаем один раз на кнопку сеттинг и клавиши меняем кнопками плюс-минус и опускаем вверх-вниз. Ну а гестерезис, в принципе, у нас меняется в режиме P1. Таким образом, можно настроить инкубатор под необходимые выводы, то ли это цыплята, индюшата, утята, гусята, или же настроить необходимый охладительный элемент. Ну и давайте уже подождем, пока температура не достигнет 38 градусов. Лампочка, кстати, здесь сороковка установлена. По большому счету, хватило бы и двадцать пятки для поддержания температуры, используя лампочку-свечу. Если сейчас температура достигнет 38 градусов, то наш инкубатор должен отключить лампочку. То есть, сработает вот эта температура, сработает вот это реле. Пожалуйста, он отключил. Обысключила. Отключила. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. У меня будут еще и другие интересные ролики об электронике, об органическом земледелии, разных лотах с Алиэкспресс. Спасибо большое, что досмотрели его до конца.